Эксперты активно предсказывают голод в мире. 21-й год был ужасный в связи с пандемией. Число голодающих в мире выросло на 25%. 22-й год будет еще ужаснее, как последствия войны. Ожидается тройной кризис, продовольственный, энергетический, финансовый. А 23-й год, как следствие, самый страшный, говорят. Вот эксперты пишут, а вот мы как-то не слышим. Мы как будто, вы знаете, беспечны. А что мы можем сделать? Испугаться хотя бы. Как нам перекрыться, забить амбары, я не знаю, продуктами. Я считаю, что это бесполезно. Надо делать не к тому, чтобы мы набивали свои кладовки, амбары, ящики на кухне и так далее. А к тому, чтобы мы понимали, каким образом нам реально обеспечить изобилие в мире. То есть, вот эти сообщения нам приходят именно для того, чтобы мы вот этот вот вывод сделали, да? Конечно. Как нам это сделать? Если говорится о мире, значит, нам надо постараться понять мировую экономику, мировое состояние. Мне бы понять, что у меня там дома, мою экономику домашнюю. А ты никуда не денешься. И вот я такой маленький... Говорится же о годах, а не о том, что в следующем месяце у тебя не будет каких-то там напитков. А вот вы говорите сейчас познать мировую экономику. Вы это к кому призыв? К большим экономистам или к каждому человеку? К людям. Просто к людям? К людям. Совершенно, абсолютно четко и просто к людям напрямую. Так что я должен понять, если мне все время вот так вот транслируют, что будет... Они правы. Миру грозит голод. Причем длительный голод. Длительный голод. Это уже вы как утверждение, что будет голод. Да, вплоть до того, что в Библии написано, что матеря будут съедать своих валюток, детей. Вот настолько будет голод, который сведет нас до уровня животных. Так. Вот и все? Что, когда я это слышу? Что я должен сделать? К чему мне это все? К чему мне это все говорится? Вот это мой вопрос. К тому, что ты должен серьезно подумать, как сделать так, чтобы избежать этого голода. В чем его причина? И тогда ты поймешь, что его причина только в том, что мы находимся в диком разбалансе человеческом. И совершенно не делаем то, что нам надо делать. А что надо делать? Что? Мы должны достичь взаимного понимания друг с другом. Мы должны наладить между собой такие связи, которые бы нам помогли быть в равновесии. А мы этого не делаем. Наоборот, желаем раскачать ту лодку, в которой находимся все вместе. И поэтому мир качется, конечно, к периодам голода, разрухи и всего прочего. Это в силах человека вот это услышать и поменять это движение? Вдруг остановить его? Услышать он может, а поменять нет. А поменять нет, потому что услышать это одно. И принять такую неизбежность тоже. Но будет там сваливаться с неба там атомные бомбы, там и все прочее. Ну и что? Если смерть, то мгновенной. Секундочку. Если вы говорите, я могу услышать, но не могу это остановить, то вообще зачем все это? Зачем? Чтобы напугать нас хорошенько, чтобы мы все-таки изменили себя и этим изменили мир. То есть мы можем себя изменить? Вот это мой основной вопрос. Конечно, только для этого это и делается. Как этот поворот делается? Как? За счет чего? За счет, я не знаю, какого-то лидера, который приходит? За счет человечества, который кричит? За счет чего? Ну, лидер должен быть, я думаю, все-таки. В нашем мире трудно без него. И такого, которого бы мир принял бы как лидера. И далее, за которым бы пошел. Который говорил бы об объединении, о том, как надо преодолеть этот голодный период. Это, конечно, проблема, как люди это услышат. Но, наверное, голод заставит. Да, все-таки он будет, вы считаете, и заставит. Несомненно. Да? Понятно. Не хотелось бы на этом заканчивать, если можно, на какую-нибудь... Но пройдет. Пройдет? Пройдет. То есть он пройдет по человечеству и пройдет? Да. И к чему он приведет человечество? К тому, что после голодовки этой, вынужденной, люди будут другими. Они будут по-другому относиться к жизни, к ее ценностям. Они будут понимать, что самое главное – это выжить. И для чего выжить? Вот это самый главный вопрос. Да. У меня к вам последний вопрос. Ведь это столько всего было. И даже в Торе написано – голод заставил спуститься в Египет. И голод был... После этого было много голодов, голодоморов, войн и так далее, и так далее. И как бы ни к чему не привело человечество. Человечество не учится ничему. Почему вы считаете, что сейчас, вот если сейчас мы придем к какому-то пониманию, услышанию, вот сейчас что-то перевернется? Скажите мне, пожалуйста, что за период сейчас такой? Период подготовки к осознанию зла. Вот именно мы в него попали? Да. Мы готовимся к тому, чтобы суметь осознать зло. А раньше мы не могли это сделать? Нет. Мы сейчас-то не очень так. Но постепенно приходим. Нужны большие-большие страдания, чтобы ощутить зло, определить зло, осознать зло. И затем сделать из этого выводы. Понятно. И вот сейчас это время, вы считаете, да? Еще не время, оно будет близко. А из чего вы делаете эти выводы, что мы на перекрестке таком находимся? Раньше не были? Ну, все-таки... Какие признаки? Мы уже говорим правильно. Мы уже не прикрываемся лозунгами всякими. Мы уже не живем в каких-то абстрактных ценностях. Мы уже сбросили с себя все это. Нам интересно только одно. Есть смысл жизни или нет? Если его нет, допустим, что нет, то как эту жизнь все-таки прожить на нашем животном уровне, в правильном состоянии? Вот вы думаете, мы к этому пришли сегодня? Да. Продолжение следует... Продолжение следует...